1 июня 2020 года. С ума сойти, уже июнь месяц начался. У нас удивительно прохладная погода до сих пор стоит. Совершенно не ощущается пока наша типичная летняя израильская жара. Так она пока и не пришла, а может быть и не придёт. Будем надеяться, ещё хоть немножечко. А между тем, первое воскресенье после карантина во всех практически храмах шла воскресная литургия. Очень такое ощущение и радостное, и тревожное. Почему тревожное? Потому что у нас, как только нас отпустили с карантина, народ немножечко так вот это рванул во все магазины, кафе, парикмахерские. В результате у нас ухудшилась ситуация с коронавирусом. 101 человек на сегодня заболевших новых. И самое ужасное, что у нас заболели дети из школы. Слава богу, не из нашей, но из соседней. Заболело 78 учеников. То есть, в общем-то, говорят о том, что очень может быть, что опять нас закроют на карантин. И, может быть, закроют школы сейчас все. И детки наши опять придут на дистанционное, соответственно, домашнее обучение. Вот. Из-за этого так на душе немножечко тревожно. Тревожно от неизвестности. Не то, что мы чего-то боимся, но просто, когда ты в непонятной ситуации, всегда как-то так немножко волнительно. Что же положительно и хорошо, что, мне кажется, качественно изменилась наша молитва в храме. Вот я сегодня стояла в Троицком соборе. Обычно у нас тоже довольно много захожан. Ну, даже из местных приезжают люди из других городов Иерусалим. Да, часто в воскресенье забегают там, да, перед работой или еще как-то те, кто, в общем-то, обычно в храм не ходит, но просто, проходя мимо, хотят там поставить свечку или что-то еще, они, естественно, всегда суетятся. Вот вообще в храме есть два состояния. Да, вот можно в храме молиться, а можно в храме делами заниматься. Я думаю, что вы это прекрасно знаете, может быть, даже и по себе, да, в какой-то степени. Вот у нас в храме всегда жутко много дел. Нужно подать записки, нужно поставить свечи, нужно обязательно приложиться ко всем иконочкам. А у нас в Троицком соборе еще небольшая такая лавка церковная, соответственно, что-то обязательно нужно купить. Особенно для детей это большой соблазн. Ой, мамочка, какой образочек, вот он мне прямо позарез нужен. Тихо, литургия идет, потом тебе куплю. Ну, понимаете, да, вот эта суета, она неизбежно как бы вот всегда присутствует. И здесь сейчас вот мы наблюдаем момент, когда люди из-за всей этой пандемии, из-за всей вот этой ситуации оставили в покое все храмовые дела. Они стоят и молятся. Во-первых, они боятся заразиться, поэтому никто не прикладывается к иконам, не тратит на это время. Нет, я ни в коем случае не против того, чтобы прикладываться к иконам. Ну, естественно, да, мы православные, почитаем иконы, но лучше это делать до службы или после службы, правда же? Не во время. Сейчас же народ перестал прикладываться, потому что, ну, естественно, все-таки какое-то, знаете, маловерие. Это и есть страх, что можно от иконы заразиться, поэтому мало кто прикладывается. Сосредоточенность напряженной ситуации заставила всех просто стоять. Все оставили свои многочисленные дела и просто стояли, молились. Захожан нет, потому что те, кто нерегулярно ходят в храм, они сейчас тем более в него не пойдут, да? И из других городов тоже особо не приезжают, потому что, ну, опять же, боятся пандемии. В результате получилась очень собранная, тихая служба. Немного было народу в храме, но только вот те, кто постоянно, собственно, раньше и ходили. А муж мой, Рафаил, пошел ко гробу Господню. Объясню, почему мы сегодня разделились. Наши детки не причащались на Вознесение, у них был учебный день. И опять же, из-за всей этой пандемии, из-за того, что до этого школы не было, там были какие-то контрольные домашние задания раздавали, они были вынуждены пойти. Мы-то причастились с маленькой, а девочки мои сегодня пошли к причастию. И, естественно, был вопрос об исповеди. И поэтому мы сказали, папа, мы пойдем в Троицкий собор, потому что там всегда исповедь же есть, как бы, да, и хоть поисповедуются они пред причастием. А папа сказал, а я хочу очень пойти на гроб Господень помолиться. Он пошел на литургию туда. И вот исповедь в Троицком соборе действительно была, правда, общая. Опять же, из-за пандемии у нас сейчас только общая исповедь. То есть вышел наш священник Мессийский, прочитал разрешительную молитву над всеми, да, то есть в таком виде сейчас это как... И пошутил из-за коронавируса. Вот, говорит, у нас с вами облегченный вариант. Мы все тяжело вздохнули, но он именно пошутил, да, больше ничего. Вот, но тем не менее пошли причащаться. Надеюсь, что Господь услышал наше сердечное покаяние и принял нашу исповедь вот такую общую. А папа же наш был на гробе Господнем. И когда мы встретились и обменялись впечатлениями, оказалось, что у него было тоже чувство. Как тихо, как молитвенно, как благодатно, потому что нет вот этой суеты. То есть сами по себе паломники, туристы, это замечательно. И в конце концов мы православные церковные гиды, это наша работа, наше служение, мы любим людей. Но насколько же ощущается покой сейчас? Не потому что нету толп людей, а потому что нету суеты с обжиганием свечей. У нас на гробе Господнем же традиция, да, 33 свечи обжигают. И вот вечно во время литургии ходят люди с этими свечами, они их обжигают, они спрашивают, где их обжечь. Кто-то прикладывается к центру земли. У нас есть такая вазочка, условно обозначающая литургический центр земли. Кто-то фотографируется беспрерывно на фоне всего, кто-то разглядывает икону. Человек приехал раз в жизнь, ему хочется посмотреть. И в результате молитва убегает, невозможно собраться. Сейчас же вот такая, знаете, апокалиптическая тишина, пауза. В храме только те, кто молится. При том молятся и греки, и сириане в своем пределе, копты у себя. У армян была ночная служба. И вот, мне кажется, Рафаэлу замечательно удалось вот этими несколькими видеокадрами передать эту напряженную, молитвенную, собранную атмосферу, которая была сегодня утром в храме Гроба Господня. На первой литургии воскресной в открытом храме после карантина коронавирусного. Я предлагаю вам эти кадры посмотреть. Это соборный храм воскресения Христова, или Кафаликон. В воскресенье ночная служба бывает всегда на Гробе Господнем, а утром здесь. А сейчас мы на Голгофе. 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 Возле пещерного гроба Никодима и Иосифа, учеников Христовых, находится предел Сириан. Служба у них идет на арабском и арамейском языке. А сейчас вы услышите, как поют Отче наш по-арабейски. Служба у них идет на арабском. 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 Мы же находимся в небольшом парке. По дороге домой мы очень любим со службы идти домой пешком. Это примерно 40 минут. И очень приятно. Можно продлить для себя литургию через общение с природой, через наблюдение птичек, бабочек, деревьев. И вот как раз этот парк Ямин Муше мы очень любим ходить. Вообще вся вот эта территория принадлежит Иерусалимской патриархии. И если вы помните мою передачу про то, как хоронили во времена Христа, где я показывала вам гробницу семейства Ирода, то это вот в этом парке как раз таки и находится. Ой, ну это государство, платить аренду патриархии. Понимаете, так интересно. Классный, да. Да, так что мы... Ну я был в старом городе, где гроб Господь. Это тоже вот цветогробское братьство. Вот современные жены-мироносицы. Марта и Ижи с ней. Дети, видите, это каперсник. Вот здесь вот эти каперсы. Вот каперсы. Их можно собирать, потом солить. А этот цветок, он раскрывается только вечером, ночью, потом высыхает. Потрогай. Их собирай аккуратненько. Сладенько. Я думаю, что сегодня нам не надо ходить в Кузвилл. Да, в Москве в Кузвилл, помнишь, там очень вкусно. Мы там покупали вещи, когда жили в Москве ненадолго. В Кузвилл. И, по-моему, банка В Кузвилл вот с такими... Это сколько там рублей, по-моему? 700 рублей. Сейчас придём, замаринуем. Можно на халяву. Вот здесь такой вкус Вилл. Вкус Вилл отдыхает. Каперсы от гробницы родственников Ирода. Что ты делаешь? Что там? Как-то идёт вот так. Надо приклеить как-то, да? А что это? Каперс. Оооо. Красота. Красота. Такое ещё не придумали в Париже. Вот на детские площадки пока ходить у нас нельзя. Слава Богу. Потому что там действительно рассадник всех инфекций. Так вот, чем не лазилки, да, Кася? Древние камни. Куда интересней, чем пластмассовая горка. Правда? Ооо, побежала, побежала. Ну вот, древние римские камни. Как вы читаете, да? Вы читаете вот эти книги, вот римские мистерии. Вот у нас настоящие римские мистерии. Вот из эллинистического римского востока. Вот такие у нас детские площадки, не китайские. Мама, мама, я тут. Мама, мама, я тут. Ну что, мы с вами пока прощаемся. Желаем вам хорошего воскресного дня, помощи Божьей во всём. И обещаем выходить в эфир... Как можно чаще! Субтитры создавал DimaTorzok